Хорошо. Пастор Шаллер хочет, чтобы я представился. Все, кто выходил за кафедру, говорили пастору Шаллеру, спасибо за возможность выступить со словом. Я же хочу поблагодарить вас за то, что вы назвали конференцию моим именем. Я очень это ценю. Спасибо. Спасибо. Да. Мое имя Пастор Лав, и я не изменял своего имени. Мне говорят это все время. Пастор Лав, когда вы изменили свое имя? Когда стали пастором? Я отвечаю, нет. Я пытаюсь изменить мою природу, но не мое имя. Отец, благодарим Тебя за чудесную песню, замечательную проповедь. Благослови эти слова сейчас во имя Иисуса. Аминь. В Евангелии от Иоанна, в 20 главе, есть замечательный отрывок. Это утро воскресения. Я читаю из расширенной Библии. Стих 1. В первый же день недели Мария и Магдалина приходят ко гробу рано, когда еще темно было, и видят, что камень отвален от гроба, поднят из желоба перед входом в гробницу. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». В тот час вышел Петр и другой ученик, и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе. Но другой ученик, которого любил Иисус, бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. Он опередил Петра. И я думаю, что суть была не в его здоровье. Нигде в Библии не говорится, что Иоанн был крепче Петра. Это произошло из-за того, что это был ученик, которого любил Иисус. Какой титул? Какое описание для того, чтобы остаться в памяти бессмертным в Писании? Ты ученик, которого Иисус любит. Когда вы ученик или верующий, или личность, которую Иисус любит, то нет никакого давления, чтобы действовать. Вам не нужно отвечать чьим-то стандартам. Иисус не говорит ни мнений вам, если ты отвечаешь этим требованиям, или если выполняешь установленные правила и инструкции, если ты вписываешься в законническую систему, то тогда будешь учеником, которого я люблю. Нет, он не говорит это. Он просто говорит, ты ученик, которого я люблю. Это похоже на то, что мы слышали сегодня от одного из гостей на программе «Час благодати». Когда Лазарь был болен, к Иисусу пришли и сказали, «Иисус, Лазарь, которого ты любишь, болен». Замечательный путь обращения к Иисусу. Вы можете сказать это, когда вы больны, когда вас кладут в больницу. Вы можете сказать это, когда врач поставил вам диагноз определенного характера. Вы можете воззвать и сказать, «Господи, это я. Я тот, которого ты любишь, и я болен. Мне нужно, чтобы ты прикоснулся ко мне». Я не знаю, почему так происходит, но во время свадеб молодые люди подходят к алтарю, и во многих случаях, если не в большинстве, они говорят, чтобы для них зачитали отрывок из Писания, или они просят друг друга, члена семьи, чтобы им прочитали что-то из Библии во время церемонии, и всегда это 1 Коринфянам 13, потому что они хотят говорить о любви. Мне понравилась история. Один молодой человек влюбился в молодую женщину и спросил знакомого мужчину, который был в браке уже 50 лет. «Можно задать вам вопрос? Вы верите в любовь с первого взгляда?» «Да». Тот облегченно вздохнул. Но мужчина говорил, «Но она меня не впечатляет». «Не впечатляет?» «Нет». Влюбиться с первого взгляда несложно, но вот когда вы смотрите на нее 50 лет и все еще любите ее, это чудо. Это настоящая любовь. Любовь, которая не перестает. Мы слышали пасторов, которые рассказывали, сколько лет, сколько десятилетий они были в браке. Слава Богу за браки, которые преодолевают испытания времени. У нас их много. Слава Богу. И вот молодая пара подходит к алтарю. Они хотят услышать, чтобы кто-то прочитал для них 1 Коринфянам 13. Они слышат слова. Я опять читаю расширенный перевод. «Любовь долго терпит, милосердствует, добра. Любовь не завидует. Не кипит от ревности. Любовь не превозносится. Ни хвастлива. Ни чисто любива. Не выставляется. Ни напыщена гордостью. Ни груба. Не бесчинствует. Не ищет своего. Не настаивает на своем пути. Не ищет себя. Не раздражается. Не мыслит зла. Когда они слушают эти слова, они просто смотрят друг на друга. «Да, ты будешь меня любить именно так. И именно так я буду любить тебя». И это люди, которые еще не прожили друг с другом ни одного часа. Слова продолжаются. «Не радуется неправде и несправедливости, а сорадуется истине, покрывает все и вся, что приходит, всегда готова верить в лучшее для всякого человека, ее надежды не увядает, ни при каких обстоятельствах. Она переносит все, не ослабляясь. Любовь никогда не перестает. Никогда не увядает, не атрофируется, не заканчивается». Но мы знаем кое-что, и мы слышим на протяжении всей недели, что превосходнейший путь – это Иисус. Он – превосходнейший путь. Так Петр напишет во 2 Петра 1 главе, вспоминая время, когда он, Яков и Иоанн были на горе преображения, и Бог говорил. Петр сказал, «Мы были очевидцами Его величия, мы слышали и видели славу, превосходящую все». Он говорит об Иисусе. И Отец сказал, «Это сын мой». И здесь все об Иисусе, потому что, когда я читаю 1 Коринфянам 13, и говорится «любовь добра», и сразу же я признаю, я не всегда добр. Любовь долготерпелива, и, вероятно, каждый из нас, если бы я попросил, чтобы вы подняли руку, вы теряли терпение когда-нибудь, поднялась бы каждая рука. Любовь покрывает все, она может перенести все. Нет, не всегда. Я немного вспыльчивый. Любовь верит всему. Нет, не обязательно, у меня так не получается. И когда вы подходите к завершению, любовь никогда не перестает, и никто не скажет, «Да, это совершенное описание меня». Нет. Но что мы делаем? Мы обнаруживаем великое утешение, и мы можем это сделать, потому что мы говорим о благотворительности, о любви. 1 Иоанна говорится «Бог есть любовь». Давайте вставлять Его туда, и будем читать таким образом. Иисус, долготерпелив. Аминь. Мы смотрим на себя. Он был долготерпелив с нами? Переносил ли Он все страдания? Терпел ли Он нас все эти годы? Переносил ли Он наши упрямые привычки? Да. Он такой долготерпеливый. Он добр. Только подумайте о Его доброте. Мне нравится Исайя 54, 10 стих. «Однажды горы сдвинутся, и холмы поколеблются». Но послушайте, что говорит Бог. «А милость Моя не отступит от Тебя». Вы можете сказать «Прощайте скалистые горы». Вы можете попрощаться с Альпами, с Гималаями. Но вы всегда будете принимающим Божью великую благость. Бог говорит, что она никогда не уйдет. Оставьте это Богу использовать такие утверждения, непоколебимые объекты на планете, и скажите «Да, однажды они исчезнут, но Твоя милость никогда». Что же происходит с Его благостью? Она ведет нас к покаянию. Она ведет нас туда, где мы изменим наши умы. Римлянам 2 глава 4 стих. И это продолжается и говорится, что Иисус никогда не отказывается от нас. Он никогда не хранит записи о наших провалах. Псалмист сказал «Господи, если Ты будешь замечать беззаконие, то кто из нас устоит? Но у Тебя прощение и милость в Твоем присутствии». Он переносит все. Всегда надеется. Иисус верит всему. И слава Богу, Иисус, точно как они говорят, Иисус никогда не перестает. Он никогда не перестает. Мы, да, но Бога не интересует, перестанем мы или нет. Он настолько удовлетворен Своим Сыном, что Он просто говорит «Это мой возлюбленный Сын, это превосходнейший путь, и поэтому собираться вместе». И разве мы не знаем это из нашего опыта, когда все идет в разнос в наших жизнях, когда все рассыпается вокруг нас? Нам нужно услышать «Просто позволь Богу любить тебя». Просто позволь Ему любить тебя. Когда вы пали ничтожнейшим образом и не можете превозмочь назойливую привычку, когда вы не знаете, в каком направлении идти, когда вы не знаете, куда повернуть, просто позвольте Богу любить вас. Этого всегда достаточно. Всегда довольны. Это всегда отвечает на нужду. Неудивительно, что Иуда сказал «Так важно, чтобы вы содержали себя в Божьей великой любви». Продолжайте надеяться на милость. Почему? Потому что Бог говорит «Я поставляю это тебе срочной доставкой каждое утро». Ты всегда можешь на это рассчитывать. Мои милости будут новыми каждое утро. Божья любовь – совершенная любовь. 1 Иоанна 4, 18. Вы спросите, почему это совершенная любовь? Божья любовь – совершенная любовь, потому что у нее совершенное знание обо всех наших несовершенствах, и это не препятствует Ему любить нас. Это преследующая любовь. Как та собачка, о которой говорил пастор Шаллер вчера. Она продолжает бежать за нами. Она не позволит нам уйти. Некто сказал «Если Христос добрый пастор, тогда милость и благость его овчарки, они следуют за вами все дни вашей жизни». Это преследующая любовь. Это любовь, в которую нельзя проникнуть, потому что ничто не может отделить нас от любви Бога обо Христе Иисусе. Это прощающая любовь. Она не отмечает наши грехи и беззакония, не поступает с нами по грехам нашим, не награждает в соответствии с нашими недостатками. Псалом 102, 10 стих. Какая это любовь? Она настолько необычная, удивительная любовь. Мне нравится, что говорится в Сафонии, 3 глава, 17. Давайте откроем. Третья глава, 17 стих, чудесно описывает важность нас, когда мы делаем нечто, о чем мы не думаем, и это покоится в Божьей любви. Я думаю, что это и есть то место, куда Бог хочет привести нас, туда, где мы можем просто оттокнуть Его в любви. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен, спаситель, спасающий, Он возвеселится о тебе радостью, Он будет покоиться в молчаливом удовлетворении, и в Его любви Он будет молчать и не сделает никакого напоминания о прошлых грехах, никогда не вспомнит о них, Он восторжествует о тебе с ликованием». Послушайте, если Бог покоится в Его любви к нам, не лучше ли для нас покоиться в той же самой любви? Абсолютно. И, наконец, подумайте об этом. Позвольте этой любви изменить вас, потому что у нее есть сила изменить вас. Нет никакого сомнения об этом. Вот история была. Одна женщина, Кэтрин Лоза, ее муж Льюис, он был начальником тюрьмы Синг-Синг в 1921 году. Когда он стал начальником тюрьмы, в тот год она была молодой матерью трех дочерей. Все предупреждали ее, что бы ты ни делала ни в коем случае, не заходи внутрь тюремных стен. Она не послушала их. Когда проводился первый тюремный чемпионат по баскетболу, она пришла, ведя за собой трех девочек. Она заняла место с заключенными. Однажды она сказала, «Мой муж и я позаботимся об этих мужчинах, и я верю, что они позаботятся обо мне. Я не буду беспокоиться, мы просто будем их любить». Когда она услышала, что один из осужденных убийц был слепым, она обучила его системе письма по Райлю, чтобы он мог читать. Обучая заключенных и узнав, что там есть глухие, она изучала язык жестов, чтобы можно было сообщаться. За 16 лет Кэтрин Льюис смягчила сердца этих ожесточенных мужчин тюрьмы Синг-Синг. В 1937 году мир увидел изменения, которые производит настоящая любовь. Заключенные поняли, что происходит что-то необычное, когда Льюис Лосс, начальник тюрьмы, не пришел на работу. Быстро распространилась весть. Кэтрин погибла в автокатастрофе. На следующий день ее тело было установлено у нее дома в километре от тюрьмы. Когда начальник пришел, он увидел большое скопление людей у главных ворот. Каждый заключенный теснился у забора. Их глаза омывались слезами. Скорбные лица. Никто не говорил. Никто не двигался. Они пришли, чтобы встать как можно ближе к женщине, которая являла им безусловную любовь. Начальник тюрьмы принял замечательное решение. Он сказал, «Хорошо, вы можете пойти в ее дом. И обязательно возвращайтесь вечером». Эти люди были самыми жестокими преступниками Америки. Убийцы, грабители, воры. Все, что только можно было представить, это были мужчины, которых нация закрыла пожизненно. Но начальник открыл для них ворота, и они пошли без охраны, без стражников в дом Кэтрин Лоз, чтобы принести ей свое последнее почтение. И в тот вечер в тюрьму возвратился каждый из них. Это любовь. Ее любовь изменила тех заключенных. Точно так же, как и Божья любовь изменила каждого из нас и продолжает изменять нас. Было время, когда мы не могли видеть. Мы были слепы. Но теперь мы видим Христа. Было время, когда мы не могли слышать. Возможно, мы слышали проповедь, но не могли услышать ее. И Бог открыл наши уши. Он открыл наши глаза. Он дал нам способность откликаться на Его любовь. И как мы слышали несколько моментов назад, нам нужно слышать об этой любви часто. Мне нравится этот стих, и я завершу на этом. Это подходящий стих из Откровения, последней книги Библии. Мне нравится, что там говорится. Это послание пришло от Иисуса Христа, верного и доверительного свидетеля, первородного из мертвых, первого возрожденного к жизни, князя и правителя над царями мира. Ему, любящему нас в настоящее время, продолжает любить нас. И Он раз и навсегда избавил и освободил нас от наших грехов Своей кровью. Обратите внимание, искупление наших душ. Наше спасение было совершено однажды на кресте, когда Он воскликнул, совершилось. Но обратите внимание на вот это. Ему нужно продолжать говорить нам о том, насколько Он нас любит. Он должен всегда говорить нам, как Он нас любит, потому что мы нуждаемся в этом больше всего, в этой жизни, потому что в нашей жизни внедряются обвинители, пытаются встать между нами и Христом. Но что делает Иисус? Он встает между нами и нашими обвинителями, и в основном говорит, если вы хотите пройти к тому, кого я возлюбил и искупил, то вам придется пройти через меня. И Он не позволяет, чтобы это произошло. Он всегда любит нас. Нам не нужно снова и снова спасаться. Нам не нужно быть очищаемыми и очищаемыми. Нет. Нам нужно позволить, чтобы нас любили. Я знаю это из первых рук. Не так давно, возможно, несколько лет назад, однажды ночью, моя жена и я не согласились о чем-то. То есть у нас произошла перепалка. На следующее утро, перед тем, как выйти из дома, я взял листок бумаги и просто написал на нем, «Я люблю тебя». Это было несколько лет назад. Этот листок все еще на холодильнике сегодня. Она сохранила его. Я спросил, «Зачем ты хранишь?» На тот случай, когда ты никогда этого больше не скажешь. Нет, она так не сказала. Я шучу. Но она смотрит на это каждый день. Почему? Потому что это нужно. Я помню, когда мы поженились, она сказала, «Тебе нужно говорить мне это каждый день». Почему? Я же сказал тебе, когда мы поженились. Мне нужно слышать это все время, так же, как «Господи, я знаю, что Ты меня любишь, но мне нужно слышать это. Мне нужно явление Твоей любви». Поэтому конференции бесценны. Поэтому церкви ценны. Поэтому дискуссии так ценны. Поэтому собрания тела Христа так ценны. Потому что мы продолжаем слышать, что Он продолжает любить нас. Аминь. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...